Я написал триллер, события которого сбылись. В семидесятых то же самое сделал Томас Зейн. Если я продолжу писать по указке темной сущности, Элис не спасти. Этот триллер не выживет никто. Вы знаете Зейна? Томаса Зейна? Вы пресветлая леди из песни? Он кое-что мне оставил. Щелкунчик. Алан вспомнил это на берегу озера Олдран с щелкунчиком в руках. Алан сделал глубокий вдох и прыгнул. Я мог вернуться и покончить с этим. Погружение. Эпизод 6. Ли финаль, да? Нью-Йорк? Два года назад. Два года назад. Алкоголизм. Одиночество. Беспробудная пьянь. Депрессия. Импотенция. И смерть. Меня мучило похмелье. Голова готова была взорваться, а от света болели глаза. Мне нужны были солнцезащитные очки и обезболивающие. В один из прекрасных моментов самообмана я поклялся бросить пить. Он алкоголик. Сраный. Взять очки. Ты алкоголик. Ты неудачник. Солнцезащитные очки сделали мир немного терпимее. Теперь я мог смотреть на солнце без ощущения, что я вампир. Ну-ка, подожди-ка. Мо-бой! Мне нужна твоя куртка и твой мотоцикл. Эти очки. Может, умыться нужно? Обезболивающее. Так. Таблетки сработали быстро. Перспектива бодрствования становилась приемлемой. Мне нужна твоя куртка. И твой мотоцикл. Перспектива бодрствования. Надо в душ встать. Хорошая хата. Но мы здесь уже были. На автоответчике уже ждало сообщение. Но мне это неинтересно, как вы понимаете, да? Я лучше войду к себе в кабинет. Алло? У вас одно новое сообщение. Так. Ты все еще спишь? Проснись и пой! У тебя должно быть шоу с тобой на твоем Тиво. Если Элис в крайне психанула и записала его. Она позвонила мне ранее и буквально вгрызлась в меня. Да-да, мы малость перебрали прошлой ночью. Но вечеринки часть этого бизнеса. Алло, слушай, я говорю тебе это как друг. Она делает твоей карьере медвежью услугу, пытаясь вот так твоей жизнью управлять. Ясно? Поговорю с тобой позже, Алло. Смотри шоу. Смотри шоу. Два года назад Элис была жива. Все норм. А мы уже с ней? У нас там бракоразводный процесс или что? Где кофе? Где кофе? Мне нужна твоя куртка и твой мотоцикл. И кофе. Минувшей ночью я был гостем на ток-шоу. Беседовали про мою последнюю книгу. Шоу предполагалось, ожидало меня на нашем Ти-воу. Дай бог. Ти-воу. 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 Чего? А, здесь больше ничего, да? Я никуда не смогу, наверное, зайти, войти. Можно еще посмотреть что-то? Заперто. Очевидно. Кофе. Нет, ничего нет. Пойду гляну шоу. Мне нужна твоя куртка, твой мотоцикл и кофе. Леди и джентльмены, с воспрощением на шоу Харри Гаррета. Спасибо, спасибо всем. У нас замечательный гость в эту ночь. Я беседую с автором бестселлеров Алленом Вейком. И в новой книге «Внезапная остановка». Да, чтива класс, купите ее. Нет, нет, это хорошее чтиво. Знаете, скажу вам честно. Мудро ли это? Нет, но я все равно скажу. Мне о книгах рассказывают помощники, я человек занятой, но эту я прочел от корки до корки, то есть я ваш фанат. Ух ты, спасибо. Выключайтесь, если вы боитесь спойлеров, так как не читали книгу, хотя, судя по продажам, таких пара человек. Но в последней книге главный герой, крутой нью-йоркский детектив Алекс Кейси погибает. Такой поворот вызвал массу протестов. Какого черта вы убили Кейси? О чем вы вообще думали? Кейси с возу. Нет, серьезно, ведь 7 лет и 6 книг – это большой срок. Кейси был слишком мрачным, чтобы тратить на него время. Это был хороший старт, но время открывать новые грани. Следующая книга будет погружением в новое «Я». Ах, вы эгоистичный ублюдок. Только о себе и думайте, хотя за все эти годы вы доставили нам массу удовольствия. Раз уж об этом зашла речь, Кейси действительно был мрачным парнем. С девушками ему не особенно везло. Это в какой-то степени автобиография? Да, без шуток. Подруги Кейси, как правило, умирали. Цикл о Кейси про его боль. И нет, ничего автобиографического нет. Я женат и счастлив. Моя жена – моя муза. Поздравляю, здорово это слышать. А как прошел рекламный тур? Славно, славно. Но, должен сказать, я рад возвратиться домой в Нью-Йорк. Да, в новостях вас в последнее время часто показывают. Куча вечеринок и... Вы подрались с каким-то папарацци. А, черт. Ну, он был бельмом на глазу. Я потерял терпение. Я знаю, что это не круто. Вы известны бурным нравом. Ну, а еще я написал несколько книжонок. А не так, ваш последний роман называется «Внезапная остановка». И он уже лежит на полках магазинов. Купите его поскорее. Я сейчас обращаюсь к тем двоим, что еще не купили. Дамы и господа, на сегодня это все. Хочу поблагодарить всех гостей за приятный вечер. Алан Уэйк, Сэм Лэйк. Сэм, еще раз. Вот так. Сэм Лэйк. Исполнители, поэты осеннего упадка. Спасибо и доброй ночи. По крайней мере, я был смешным. Я убеждал себя, что переживу. Привет, Ле. Смотрел шоу? Я не нес ахинею, если ты это хотела знать. Ладно, ворчу. Дать аспирин? Здорово. Прямо сейчас обсудим мое пьянство. Знаешь, иди-ка ты спать. Иди-ка ты нахуй. Какая жопа. Сюда. Что, теперь ты не говоришь со мной? Ну, утром я была зла, потому что ты вернулся в 7 утра и заснул на середине предложения. Сейчас я спокойна. А ты злишься? Проклятый тур. Все пошло ковырком. О, милый. Все почти кончилось, да? Мы вернемся к норме. И ты снова будешь писать. Мне жаль, милая. Аллан, ты запутался. Прими душ и возвращайся в постель, ладно? Запоминай, Валерия. Ты права, милая. Извини. Аллан, ты запутался. Давай потом уедем вместе в отпуск. Только ты и я отдохнем спокойно. Уехали. Уехали в отпуск. Это все не вяжется с мистикой. Все очень здорово, но не вяжется с мистикой. Уберите музыку. Таким образом, Щелкунчик заменил ключ от дома. Надо вернуться на озеро Колдорн, чтобы спасти Элис. Она мертва. Я уже абсолютно убежден в том, что Элис давным-давно нет. Даже уже не жаль ее. Я возвращаюсь на озеро, чтобы покончить с этим. Завершу рукопись, и все встанет на свои места. Так. Почему ты не можешь писать здесь? Последняя страница осталась в машинке. Сначала надо ее прочесть. Необходимо все сделать по правилам. Зейн пытался срезать пару углов и жестоко повлотился. Ладно, когда выступаем? Прости, Сара, но мне придется пойти одному. Барри, возьми ее пушку. Мисс Уивер, закройте за мной дверь. Эх, тружище. Как же жаль прощаться с тобой. Боже. Удачи. Увидимся. И все, теперь я точно один, да? Это последний эпизод. Ну, наконец-то. Ну, это как-то повлияло? Я повторял себе этот вопрос. Пока светило солнце, необходимо было добраться до озера. На странице Зейна я стоял на краю озера и собирался нажать на кнопку щелкунчика. Куда я и направлялся. Ну, прийти и нажать на кнопку он хочет? Чтобы все вернулось на круги своя? А это не его история, получается? Ну, вообще, тут Томас Зейнт, добрый вечер. Откуда Томас Зейнт знал про... Все это не настоящее или что? Один. Два. Три. Давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Ты закончил? Хорошо. Как хорошо, что взял кофе. Мой кофе. Мой кофе. Елена Мамедова, спокойной ночи. Сейчас подойду, секунду. Мой курс был проложен. Сука. Ну, наконец-то. Мой курс был проложен. Ой, ну давай. Давай. У меня так собака вкусняшкам радуется. Да. Они любят такую тему. Жена вон там купила тоже. Летенькие. Они сейчас в дороге все сожрут все равно. Ну, шо, Аллан? Давай-ка до финала, да, как говорится. Не подведи, не подкачай. Потому что история как будто интересная. Но. Если будет много мистики, скажу, что говно. Увы. Хочу, чтобы было хоть что-то приземленное, смешанное, ну, допустим, с какой-то чудотворной магией. Там, темноты и всего такого прочего. Очень прикольно было бы, если бы темноту запаковали, например, в какие-то детские страхи, детские ужасы, да, вот это вот, ну, я не знаю, запирали его в детстве где-то и боялся он темноты. И чтобы это все имело обоснования. И так до финала бы. Эх, хорошо. Смотрел бы катсцены и смотрел. Эх, пора поменять машину. Вышел. Знаешь, как заехал на площадочку. Жестко. Добрый вечер. Вы еще играете? Мы еще здесь. Мы до финала. И уж я-то точно. Батареечки возьмем? Хотя зачем, а не мне, когда на улице так светло? Даже не знаю. Даже не знаю. Где кофе? Мне нужен кофе. Кофеин. Покатаемся на этой. Хорошая машина. Мне нравится. Ласт финанс... Ну, ласт часть. Последняя глава. Поглощение, погружение. Называется. Опа. Тихо. Я хочу вот... Это хорошая машина, но... Пикап, как говорится, да? Пикап. А как же пикап? Почему не пикап? Пикап это лучшее. Добраться до озера. Я хочу. А мы не хотим вот здесь полазить нигде? Не хотим. Я услышал песню Take Me Home и не смогла вернуться. Да-да. Вест-Виржиня. Маудин-мама. Тейк-ми-хоу. Оу. Канч-рой. Если можно зайти в дом, я попробую туда зайти. Если нет, увы. О, кофе, 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 кофе. Кофеин. Кофеин. По вене моей течет кофеин. Кофе-ин-ми. Это хорошо. Кофе это прекрасно. Я понятия не имею, сколько у меня этих склянок. Очевидно, не все, но... Очевидно, не все, но... Ага, прибытие. Выходим. Я понял. Так получается, это... Тьма коснулась меня. А. Между нами была связь. Она была всегда. Я смог снова почувствовать ее присутствие рядом. Ну, ясно тогда. Ну, что ж. Тьма так тьма. Я ж не против. Снова... Снова бабка. И снова темнота. Ну, убьешь, так убьешь. Похую. Да пацаны! Идите в жопу. Я убью вашу жену. Убивай! Плевать! Она никогда не готовила вкусно. А в сексе! Что уж говорить. Все делал за нее. Двигался как тигр. Темная сущность мешает Вейку. Темная сущность больше не пыталась завладеть писателем. Не пыталась? Затворил необходимый финал. Так. Писатель слишком много знал. Он был чрезвычайно силен и обладал оружием, которое оставил Томас Зейн. Так. Оружием, которое ей вредило. Теперь тьма делала все, чтобы просто помешать писателю добраться до озера Колдрон и того темного места, откуда она явилась. Ну, при помощи щелкунчика, очевидно, да? Щелкунчик — это выключатель. Вы вообще видели подарок от матери? А? Матери? Матери в чате есть? Если у вас возникнет вопрос, что дарить ребенку, берете выключатель вот так вот с двух сторон, чпок от вашей лампы, которая давно не работает, и ребенку его в подарочек. Ну, и какую-нибудь историю классную, да? К этому прикрутить, что эта штучка из тьмы делает свет и все такое прочее. Эх! Хорошая машина. Внедорожник всегда мечтал. Хе-хе. Ах ты ж, блядь. Ну, ладно. Если мы врезались в это, и оно даже не двинулось, мне нужна эта машина. Хе-хе. Слишком хороша, чтобы не взять ее. А-ха! Ой, простите. Капот отлетел. Бывает. Что? Поедем дальше. Ничего страшного. Тьма пытается мне навредить, чтобы я не доехал. Какая-то это... Сущность, сущность, сущности! Мужчина! Мужчина, вы здесь? До свидания. Увы. Увы, мужчина, увы. До финала. До финала на тачке. Звучит как план. Опа, кафетерий. Эй, кофе мне! Кофе мне! Наконец-то заведение о том, что... Я мечтал об этом с первой секунды игры в эту... Дай-ка мне. Кофе мне. Алло! Два капущина. Нельзя посмотреть. Судя по отметке в журнале Мотеля, агент Найтингейл остановился здесь, в комнате номер 2. Ага. Агент Найтингейл, это тот чел с этими. О, винтовка. Это мне. Дробовик? Да-да, все для меня. Спасибо огромное. Мне нужно. Агент Найтингейл. Отель Мочестикс! Отель Мочестикс! Основные сведения. При бронировании номеров вносится возмещаемый залог в 100 баксов. Твою мать! Личные чеки не принимаются. Принимаются все основные кредитные и банковские карты. Расчетный час в 10 утра. Это в 10 надо уже выехать. Громкая музыка и домашние животные не допускаются. Одно парковочное место на номер. Услуги только для зарегистрированных гостей. Посетители не допускаются на территорию после 9. Без исключений. Сразу идешь нахуй. Я понял. Надеемся, что вам понравится. Пенсионерам и ветеранам скидки. Льготы есть! Заселяюсь. Кофе! 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 Кофе в туалете! Кофе! Кофе! Это игра! Это один сплошной побег за кофе! Надо превьюшку даже нарисовать такую, знаешь? Типа Аллан тянется к кофейному этому... Кофейному термосу! Сука, я ее сделаю! Реально! Я сделаю превьюшку с кофейным приколом! Понимаешь? Все, кто играет в эту игру, поймут меня. Играли! Кофе! 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 Вооружают! Прям вооружают! В номер 2! Здорово! Фотки моей жены, смотри-ка! До фотографии... Не понял. FBI. Это очевидно было убежище агента Найтингела. Когда он не был занят моим преследованием. Вино. Книга, смотри, слышишь? У агента Найтингела книга этого челика из... Из клиники. Здесь. Взять световую гранату. Это все мне. Спасибо. Подожди секунду. Патроны для Ревика. Да-да, это все, конечно, хорошо. Но это все фотографии, как будто он следил за нами. Видишь фотки? Жена, все дела. Это то, что было. То, что происходило. Это кадры из игры, можно сказать. Свет включить нельзя. Ничего включить нельзя. Все недоступно. Добраться до озера Колтрон. Берегите себя и своих товарищей. Меня не одурачишь, друг. Сказал он. Заперто. Меня не одурачишь, друг. Ты превьюр сам делаешь? Нейросетки используешь? Или если да, то какие? Сам. Нейросетки использую. Но очень редко. Нейросети сейчас не умеют рисовать превью. Правильно. Миджорни, стейбл дифьюжн. Есть еще Лео. И еще парочка есть. Но все по ситуации, на самом деле. Стейбл дифьюжн. Миджорни. И Лео. Стейбл дифьюжн. Есть прикольная штука. Называется Лора. Она умеет рисовать на... Нормально. Нормально. Все хорошо. Она умеет работать с исходниками. Твоими. Ну, типа фотографиями людей настоящих. И это приятно. Но в основном... Я ими не пользуюсь. Я вижу фар. Бежать, дядя, бежать. Я вижу фар. Ладно, ладно. Фар, это ты хорош. Мужички, ну перестаньте. Страничка. Страничка подлетела. Видели? Ну, помер и помер, как говорится, да? Сам по себе фанат перезаряжается медленно. Да? Классное превью всегда хотел сказать. Спасибо, да, огромное. Раньше дизайнер работал. И мы с ним почти полтора года сотрудничали. Но у него потом возникли какие-то непрямости. Сейчас скажу, почему отказался. Там страница от рукописи. Да, блядь! Это за чёрт. Кого? Раньше с дизайнером работал, деньги платил. Но мы с ним... Я не вижу... То есть он потерял. Потерял. У него была классная рука, он её потерял. Желание работать потерял, не знаю. Присел на бабос или что с ним случилось. Он, наверное, всегда хотел услышать это от меня. Почему мы перестали сотрудничать. Но когда человек... Я предприниматель, и я знаю, когда человек просто перестаёт... Хотеть. Хотеть работать. Ну, конечно, конечно. Да-да. А можно пройти, пожалуйста, без очереди? Вот страницы книги. Улетела. Да успокойтесь, блядь, успокойтесь. Пиздос. Нельзя пробежать. Это нереально? Или что? Я просто предприниматель, и через меня прошёл ни один кадр, так скажем, да? От дизайнера до программиста, верстальщика и СММщика. Я понимаю, когда люди перестают хотеть работать. Ну, когда творчество... Творчество уходит и превращается просто в добычу денег. Мне это не нравится. И я меняю. Очень легко, быстро. Что за чёрт? Да-да, что... Что угодно, она больше туром. Я правильно понимаю? Нельзя пробежать. Просто нельзя, да? Не стоит и пытаться. То есть придётся сражаться с Смой, по всей видимости. Придётся сражаться с Смой. Давай сразимся, блядь. Добраться до озера. Ладно. Машину можно взять? Я подожду, ладно, хорошо, я подожду. Так, вот бочка. Так, вторая. Да, заебись. Вон, бочка ещё одна. Так. Убрал. Жив. Пойдём тихонечко дальше. Прорываемся. Жду. Жду. Там он дальше? Что это за чёрт? Я вон там дальше вижу. Ага. Так. Так, так, так. Так, хорошо. Нормально. Подождал. Можно идти. Короче, пробежать. Бежать не надо. Вон, я вижу страницу. Видишь, страничка? Холодильник! Ты враг. Нормально. Бочки. Всё упало. Всё пропало. Машина. Нет, нормально. Вон там. Вон, страница рукописи. Вон, внизу. Страница рукописи, блядь. Нельзя? Или это не страница? Вот, сука. Всё. Всё пропало. Так хорошо шёл. Лучше б ничего не трогал. Побежали. Остановимся. Сейчас можно. Ясно. А-а-а! Справа. Оп, сюда. Живи, живи, живи. Гранат. Да нет, ну хорош, блядь. Подышать, подышать, подышать. Так. Я в порядке. Я нормально. Я нормально. А это типа демон был, да? Но мне казалось это, что это демон. Вдалеке. Нет, нет, нет. Да, сука. Хорош. Да, это типа, это типа был бык. Ну, или как, не бык, а как это назовём. Как демон. Я победил. Я победил. Я победил! Я выиграл! Машина, блядь. Машиночка моя. Хорошая. Садись. Конч. Садись. Урод. У меня просто брат тоже из этих предпринимателей тельцов. Точно такой же. А в этом нет ничего плохого. Я, так как находился по ту сторону баррикад, был наёмным работником, я прекрасно понимаю, когда кончается творчество и начинается обычное зарабатывание денег. А у меня с этим строго в этом плане. Ну. Я прекрасно понимаю, когда человек начинает... Ах ты, сука, нет, только не переворачивайте меня. Ну, пожалуйста. Тоже на машине? У них тоже есть тачки. Это просто прекрасно. Мужчины! У них тоже есть машина. Свет, 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 свет. Иисус. Где я? А, здесь другая тачка. Это на случай, если я свою потерял или что? Нет, а можно мне кофе как-то? Я за кофе пришёл. Я пришёл исключительно за кофе. Исключительно. Я бежал на свет только для кофе. Кофеин! Где спрятали кофе? Где кофе, суки? Вижу что-то. Один флеш... Один флеш... Одна флешечка. И всё. Ну, нет. Я могу, конечно, другую машину взять. Ну, а как же та? Мне вот это... Мне вот это нравилось. Нет, свет это хорошо, но... На мне сюда. Так. Надо выехать на дорогу, на самом деле. Давно уже. Нет, ну мужик, ну, блядь! Давай, давай, давай. Там уже боссы, демоны. Демоны, демоны, демоны. Я в порядке. Я с кайфом. Другая тачка. Не нужна. Моя в порядке. Моя целостная и невредимая. Чё происходит? Куда там? Разворачивай её. Алан! Суки! Школьный автобус? Правее! Молодец. Я могу дальше проехать. Ничего не знаю. Поеду дальше. Я не пойду пешком. Он чё-то сверкнул. Нормально. Я проеду, блядь. Я проеду. Ну ты чё гонишь? Давай её. Игра не даёт. Игра не даёт проехать? Я проеду, я сказал. Ну вы уроды. Да пошли вы, суки. Так и знал, что игра сама предпринял решение. Говно, не автомобиль. Новый? Новенький? Могу сесть? Могу сесть? Могу сесть! Не могу сесть. Увы. А за пикап можно? Ну пожалуйста. Дайте автомобиль. Я не хочу идти пешком. Так хорошо на тачке было. На машине так кайфово. Нет, нельзя. Туристическое оборудование. Туристическое оборудование. Пацаны. На. Это вам. Кайфуйте. Я пойду пока, да? Можно? Можно много узнать о природе. Можно? Нельзя сюда. Нельзя сказать. Фу, блядь. Охуянные. Фу. Раступились, блядь. Раступились перед святыней. Руки убрали от нее. Так. Это книжка. Моя книжка. Вот так-то. Сучары. И что выдумали? Кофе где? Кофе где кофе? Кофе кофе? Кофе где кофе? О. Здесь вот есть. Это мне. Ну. Патронов, конечно, просто жопой жуй. По причине того, что я их не трачу. Ехай, Алла. Как предпринимателю приходилось ли тебе увольнять людей? Конечно же. Конечно же. Конечно же. Прощаешься. Холодно, спокойно, без всяких соплей. Говоришь, что больше не надо. Услугах не нуждаешься. Это профессионалами воспринимается спокойно. Если люди начинают стонать и ныть, тебя это не должно волновать. Когда ты предприниматель, и ты на яйцах уже, то есть ты держишься, и ты понимаешь, что твой бизнес зависит от людей, твоя работа, моя в данном случае, зависит от людей. И от их замотивированности. Рано или поздно деньги перестают быть мотиватором. Поверьте мне, сколько бы человеку не давали бабла, он не будет делать хорошо, если не хочет. Не хочет, не будет. Очень яркий пример – футбол. Давайте не будем говорить, про какую страну идет речь. Но сколько бы спортсмен не зарабатывал, не заиграет, как Роналду. Не заиграет, как Роналду. Нету навыков, нету того почтения, нету тех самых вот этих вот маленьких, невидимых, незримых для смертного глаз вещей, которые не покупаются. Они просто есть и есть. И, к сожалению, вот, ну не одарен, да? Сколько бы ты не заплатил. Нет, все, вот нет. Здорово, чел! Я можно соберу здесь все? Спасибо. А, ну вы так, да? Ладно. Если вы думаете, что я здесь не соберу все, вы очень сильно ошибаетесь. Очень сильно ошибаетесь. Да? Сколько примерно еще играть? Но если это одна глава, то часика на полтора на два, плюс-минус. Но мы уже как бы в ней, поэтому, наверное, maybe меньше. Вот. Но я сказал, что я здесь до экзакт-финала и, соответственно... Люди, да? Ебать! По боссу. По боссу. Продаю аккаунт. В танках есть несколько топов. Хорошо, не прямо и табли. Хуевте на воротник, чел. Забудь об этом. Приветствуется писателем. Направлю к владельцу АК. Как от листа. Хуевая реклама. Не туда. Вообще не туда. Не туда. Ты зашел не в тот двор, братишка. Ты зашел не в тот двор. Да? Спасибо за 25 рублей, но ты зашел не в тот двор. Крайне маловероятно, что здесь кому-то интересен твой АК. Но попытка засчитана. Надо минимальный донат было поднимать, да? В полутора тысяч. Тогда, да? Реклама гаража. Да-да. Продам гараж. Уж лучше б так написал. Ну ладно. У пацана не хватает на нормальную рекламу денег. Что поделаешь, да? 25 рублей. Это приговор, как говорится. Надеюсь, твое эго поднялось. До небес. В поднебесье улетело. Фарм значимости, да, чел? Фарм значимости. Ну что ж, старайся. Старайся. Мы здесь. Мы слушаем. Нам нужен твой аккаунт. Срочно. Можно следующим донатом кидануть чуть более развернутую информацию, да? И... И мы тебя услышим. Ты молодец. О-о-о! Просто... Он просто так здесь гуляет. Просто гуляешь здесь? Все хорошо у тебя в этой жизни? М-м-м. Такие пирожки. О, банки. Ну, конечно, попасть-то в них не вдомек. Ой, блядь. А-а, это так работает? Я все это время целился неправильно? Не понял. Где враг? Почему музыка заиграла? Кто? Кого? Где? Куда? Кто враги? Кто хочет пиздюлину? Не осознал. А-а-а! Ишь ты! Засранец! А вы драться еще набираете? Пока нет. Но это уже вопрос актуальный становится. Это становится актуальный вопрос. Я там был, там был этот. А что, в модури хотите? Ну, а зачем? Вы же на чиле хорошо себя чувствуете. Зачем вам это? Это что-то следить надо. На трансляциях, где достаточно много людей периодически бывает. Что-то чат читать. Вот это вот все, да? Предупреждение. Стать плохим для людей нужно. Прежде всего, да? В итоге. Стрелочка мне показывает, мол, иди туда. Но я там уже собрал, да? Мы же там были. Мы там собирали все. Да-да-да. Ну, почему такая... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Опа. Да, вообще не хватает. Акаунт, друг. Ага. Хочешь, могу и гараж впихнуть мне несложно. Давай гараж. На примете один есть. Хозяин гаража в подарок. Ну вот, за 150 рубосток, мы тебя уже почти простили, дружок. За 150 мы тебя почти простили. Уже молодец. Неплохо. Ладно, хоть сарказм понимает, да, чувак? Ладно, хоть понимает сарказм. Опа, ралли! Дайте врагов. Дайте врагов. Дайте мне их. Так, моя машина здесь. Я в порядке. Если моя тачка здесь, все хорошо. Я в нее, если что, сяду просто. И начну здесь... И начнется ралли. Да? Какая-то каша... Это я могу... Это все мне. Мое-мое, да. Страничка. Значит, след темной сущности и последнее погружение Томаса Зейна. Удивительно, страниц очень мало. Но озеро Колдрон было могилой всего, чем вода успела завладеть за долгие годы. Темная сущность поднимала эту добычу наверх, разбрасывая там и тут то гнилой разбухший от воды остров старой лодки, то останки некогда рухнувшего в озеро самолета. Так. Деревья трещали под ударами. Земля стонала. Сущность не обращала на это внимания. Угу. Последнее погружение Томаса Зейна. Зейн вырезал у твари сердце, но она не издохла. Тварь с лицом Барбары ворковала о пустяках, но в приторные слова был подмешан яд. Он надел костюм, отвязал чудовище от стула. Бестия слабо трепыхалась, но Томас держал крепко. Покинув дом, он дошел до края причала и шагнул в темную воду, бледным пятнышком света растворившись в бездне. Я не бываю на Чиле и всегда плохой для людей. И всегда недоволен играми. Меня стоило бы взять в модеры хотя бы ради того, чтобы позлить лесную. Нет. Я лесную люблю. Я не могу так... Ты что с ней поступить? Хотя бы. То есть это первостепенная причина по... твоему резюме, да? Не, модерация не так проста. То есть это... Вы не понимаете. ГГ утопится в конце? Я начинаю думать, что да. Я начинаю думать, что он прыгнет в воду и там и останется. Ну, либо спасется, или как это работает. Я просто не очень... Понимаю, как он потом это будет описывать. Машина поехала. Прекрасно. Где моя тачка? Бабосы. Бабосы. Могу совок продать. Правда, он немножко развалился. От чего? Так, секунду, подождите. У меня здесь какая-то тема. Да, понятно. Давай. Что ты? Ожил. Он ожил. Ну, пацанов накидала. Нормально. Прекрасно. Мне в любом случае придется выходить, да? Не очень хотел бы машину терять. А что они, они не умирают или что? Почему? Я же свечу на них. Вот, давайте. Смерть. Смерть врага морды. Здесь, здесь есть задний ход. Куда его, блядь? Поворачивай. Молодец. Полицейский разворот в моем стиле. До свидания, сука. По нему проедемся? Я в порядке. Мне придется, мне придется с ним расправляться. О, наш клиент. Наш. Он наш. Ха, хорош. Мне придется, походу, с трактором расправиться, да? Или нет? Или плевать на него? Просто ехать в ту сторону. Отстань, сука. Выходи, ладно, из тачки. Машинка моя. Что происходит? Да алло. Как? Какая смерть? Что, погнал? Бред. Могу совок продать. Развалился. Немножко. Бабусы. А я сейчас знаю. Я тогда не родился, не знаю. А, этот совок ты хочешь продать. Я понял. Совок развалился. Ебать, там юмор засыпался. Вот ты жесткий совок. Развалившийся совок продать. Какой совок? Я не знаю. Я тогда не родился. Жестко. Ты молотый, свеж получается, да? Он на СССР продает. Это дух Горбачева. Понятно все. А я думаю... Это не метафоричный совок. А как поменять флайеры, кстати? Превращайся. Надо вообще езжать отсюда. Ехать отсюда нужно. Я не думаю, что здесь нужно оставаться. Надо валить отсюда. Электричество я дал. Да-да-да. Надо валить. А, нельзя валить. Я здесь застрял. Все кончено, походу. Странно. Подожди. Куда ехать? Или ехать вообще некуда уже, да? Выходим. Выходи, выходи, выходи. Можно просто свалить отсюда или что? Не в ту сторону. Я это прекрасно понимаю. Но я на другой стороне. Я просто отсюда выбежал в итоге. Чего я добился? Все перекрыли. Ну, по сути, все перекрыто здесь теперь. Вот эта машина, которая сюда у меня прилетела. Да. Так. Трактор надо убивать? Или нет? Он бессмертный. Я не уверен. Как будто бы не надо. Включай. Где тачка? Нет! Суки! Садись в машину, придурок! Ай! Так вот, блядь! Давай! Давай! Успеешь! Как нет? Она развалилась, что ли? Плевать. Сюда! Мне сюда! Сейчас за мной бульдозер поедет. Самое время, да? Ну, Вейк, ну, пожалуйста, беги быстрее! О, свет. Слава богу. Машину сразу дали. Надо же. Сразу дают тачку. Кофе дадите? Дайте кофе. Нет. Кровь и ничего здесь нет. Ничего не спрятали? Ничего не спрятали? Страница романа. Нет. Ни кофе, ничего. Ни жизни. Ни любви, ни тоски, ни жалости. Школа-то давно. Блин, ну, вообще-то, мой основной плюс, как модера, это то, что мне за 30. Хоть один старикашка. Продаю Ивана в хорошем состоянии. Не бит, не крашен с заводскими комплектациями. Торг уместен так. Цена 50 рублей. Ивана? За полтинник Ваню? Боже. Маловато. За целого Ваню. Продаю Ивана. За целого Ивана полтинник маловато. А 30 плюс, хоть один старикашка среди этой школоты же должен быть. Лесная не школота. А причем школота и модерация. У модерации должно быть... Вот должен быть со мной общий язык. Это один из важных. Когда я рассказывал Барри план в ярко освещенной комнате, я говорил так, будто знал, что делать. Но я не знал. Я опирался на меняющуюся логику сна. Я должен был строить путь к озеру через ужасы ночи. Я должен был щелкать старым потрепанным выключателем, пропитанным магией детства. Я должен был написать счастливый финал к роману ужасов. Я должен был спасти жену из темницы тьмы. Жену из темницы тьмы. Она мертва. Смиримся, да, с этой мыслью. Чем больше он метафорично рассказывает про спасение жены, тем больше я убеждаюсь, что никакой жены уже давно нет. Что уже все как бы, ну, кончено. И сознание его, ну, оно такое себе. Алкоголик. Все очень понятно. Потратить 30 на донат и продать за 50. Гениально. Следуй. Ну, 20-ка в плюсе получается. НРР шарит за маркетинг. 20-ку наварит, если продаст Ивана. По сути, нормальное предложение товарное. Хороший, хорошее УТП. Да? Хорошее УТП. Все в целом толкнуть. Можно во время толчка перезарядить ракетницу. Я все, я хочу отпустить. Можно отпустить? Спасибо. Я просто натолкался уже. Затолкал. Угу. Опа. Хунин. И Мунин. Где второй? Где брат? Вороны Одинца. Он вылетел отсюда, а здесь ничего нет. Гениально. Спасибо, что вы потратили мое время. Я никогда ее не отдам. Ладно. Дамба. Ну что ж. Не отдашь, так не отдашь. Папусы. Продаю труп жены из ЭЭЭ. Забыл. Ну и ладно. Дай удачного стрима, дружище. Спасибо. Спасибо, дружище. Падает. Оно падает. Там люди. Ой. Там люди идут. Нормально. Мне хватит. Мужики. 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 Мужчины. Мужики. Так. Мне придется, да, здесь разбираться с ними. По жесткому. Разбираться придется по жесткому. Так. Нормально? Нормально, но не всем. Работаем. Можно, я считаю. Леня, работа. Блять, больно. О, ты один? Увы. Ты труп. Я успею. Я верю в это. Пускай. Нормально, хватит. Куда дальше? Страницу видел. Взял ее. А ты не пройдешь, сука. А вы не сможете пройти? Хрен вам на воротник. Не сможешь. Не получится. Игра не даст. Игра не даст, лошпеды. Вы лошпеды, валючие. Ну ладно. Игра дала. Ты не идешь. Да, да. Ты не идешь. Я страницу взял от романа. Темный обитель. Темное место, в котором я оказался, было не похоже на все, что я когда-либо себе представлял. Оно не было прочным. Оно плыло. Оно было умозрительным и субъективным. Для кого-то, творившего в иной области, оно было бы совершенно другим. Так. Я чувствовал, как содержание рукописи окружает меня. Как парят в воздухе слова, стремясь обрести реальность. Ну, хорошие эпитеты. Но ты все глубже закапываешь себя. Алан, все глубже. Я мог видеть Миррор Пик вдалеке. Мог. Там же было озеро Колдрон. Там. Все правильно. Мы туда и идем. Мы идем назад. К началу. Вернуться к истокам. Да, Алан? Чтобы что? Чтобы щелкнуть пальцами около озера? Ну, ты гений, конечно. Взять ракетницу. Все возьмем. Это все мне. Да, да, да. Это для меня положили. А кто положил? Бабка с фонариком. Еб... О, телега. Очевидно для меня. Опа. Поехали. Ух, люблю я эти. Во многих играх такая штука есть. Мне нравятся такие вот эти, ну, покатушки. А можно сесть, зачилиться? Только попробуй вылететь, сука. Спокойно едем. Да? Спокойно едем. Внимание. Спокойно. Эй, спокойно. Размеренные движения. Страха нет. Страха нет. Хватит. Гора полетела. Нормально. Ну, естественно, она упадет. Ну, конечно же. Тележка должна была упасть. Что взять? А, залезть сюда? А зачем? А можно вперед просто пробежать. Зачем я сюда лезу? Глупец. Там, вон, например, внизу есть фонарь. Петушары. Птицы. Быстрее. Да-да-да. Я сюда флайер кину. Все, все, забудь. На, вот тебе флайер. И вы ко мне не притронетесь. Пока флайер гонит. Да-да-да, я в безопасности. Я не тупой. Не тупой. Не тупой. Еще один флайер. Не тупой. Умный. Умный грешаня. Флайер отгоняет. Тьфу. Молодец. Вот так. Флайер. Нет. Ничего не знаю. Туда нельзя. Кофе, 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 кофе. Кофе. Я успею. Нет. Ай. Суки мои детишки. Есть повсюду сущности. Повсюду сущности. Там ничего? Если б мир был не так пуст... О, там пацаны. Но не в этом суть, да? О, они уже кидаются своими этими причиндалами. Сюда нельзя. Вам нельзя сюда. Вам нельзя сюда. Алло. Все. Все закончили. Закрыли тему. Вам сюда нельзя. Нельзя. Фу, сказал. Окуянные. Заткнулись. А если выйду, что будет? Подсосутся ко мне? Нет. Никого нету. Ну и прекрасно. Здесь спрятано кофе. Нет, не спрятано. Только в твоих снах. Но кофе это... Фарм кофе это то, что нужно. Нет. Но я сто процентов буду Алана Вейка рисовать с термосом синим, блядь. На превью. Вот то, что я нарисовал, это не очень. Мне не сильно нравится. То, что вышло. Прикольно, но не сильно нравится. Мне безумно нравятся превьюшки. На удивление по клубу романтики. А следующая будет вообще бомба, блядь. И она уже готова. У меня вдохновение нахлынуло. И я сделал еще две вперед. Ну, потому что я знал, что так или иначе прохождение будет. Я даже не могу сказать, что клуб романтики это какое-то прохождение. Это вообще такое времяпрепровождение странное. Потому что демоны, демоны. Машину заказывали? Машина подана. Ваша машинка ожидает от Яндекса. Видали, как быстро? Вы все время интересовались, почему машины так быстро подъезжают. А потому что... Ваша машина подана, сэр. Наберешь. На руки убрал нахуй отсюда. Отошел, блядь. Раз. Работаем. Два. Быстрее. Три. Молодец. Ты спасся. Только что. Дядя Уэйк. Ты только что спасся. Там кофе? Я пойду. Нет. Я специально, чтобы интонацию поняли. Стримы начали. Да, да. Интонация. Потому что демоны, демоны. Они все хотят секса с демоном. Здорово. Ну, пиздец. Кофе, 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 кофе. Корабль. Упал корабль. А дом упадет? Давайте дом упадет. Я хочу, чтобы упал дом. Световая граната и кофе, кофе. Демоны. Забудь. Прости, прощай. Корабль упал. Там босс бегает. Мне вообще не по себе. Вот он, босс. Вот, босс, босс, босс. Босс. Ебать, он штрихает. Кайфанули? Такие дела. На. Вкусно, суки. О, ты жив. А это босс-то. Что происходит-то? Ебаный сырок. Боже, беги, Алан. Успею. Успею. Успею, сын. Блядь, вы видели этот эффект? А? Вы поняли, что он буквально перед смертью потянул и зажглась сверху окоянная? Что это? Вера. Вера. Тетя Вера. А я хорош. Лампочка разбилась. Пиздос. Что, придут сюда сейчас, да? Да, придут. Прикинь, разбили лампочкой. Вот, суки. Вот так-то. И так будет с каждым. Вера Павловна Дубровича. Ну, что за боевик? Вот, чё. Машинка подана, сэр. Ожидает. Блин, я в какую-то другую версию играл. У меня даже фонарей было раза в два. Раз-два и обчёлся. А ракетницу я использую два раза на Новый Год. И Пасху. Гриша же разбрасывается на каждом шагу. У меня нормально. Это нормал. Я на кошмаре не смог. Я бы играл на кошмаре, если было доступно. Это нормал версия. Всё, я ничего не знаю. Ебать, чёрный корабль приехал. Здрасте. А кофе дадут? А можно кофе? Галлон из кофе. Я хочу, чтобы... Кто это сделал? Кто кинул в меня? Чашкой. А, суки, вот вы где. Ну, давай умрём. Давай умрём здесь. Давай, Алла. Просто умрём. А там, на тебя... Блядь. С неба падают корабли. С неба летают просто какие-то вагоны. Алла не умирает. Наступил в лужу. Ну что ж. Смерть так смерть. Я не знаю. Нормал. Может быть, здесь что-то пофиксили к этому времени. Но это... Нормал. Сложность. Ты кто? А, тьма носит её лицо. Тьма носит её лицо. Её, только её. Я почти... Я очень много тайников нашёл. Может быть, это тоже как-то решает. Я же копошусь прям по игре, собираю... Ну, много. Я бы сказал, что я прям много собираю. Патроны для дробика. Помповое ружьё. А у меня? Ну, давай. Я возьму. Помповое ружьё — это хорошо. Если патроны есть. Тьма контролирует их. Да ради бога. Так, тихо. Главное не упасть сейчас. Это было бы нелепо. Так. Ну, меня снова начиняют патронами буквально всем. Знаешь? Начиняют прям. Батарейки, патроны. Завести нужно, да? Электричества нет. Осмотреться. Мне нужно запустить генератор. Генератор, да. Электричества нет. Увы. А это что тогда? Вот на этом дёргается. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр делает. Это что, не электричество, сука? Блин. Чё начинается-то? Пустая комната. Чек. Нет. Никакого кофе. Забудь. Никакой рукописи. Никакого кофе. Никакой рукописи. Спасибо Я благодарен Времени же полно У нас Кофе, кофе, кофе Хорош Туда наверх уже все, не забраться Генератор вижу Все знаю Все Понял Сейчас естественно ко мне подлетят враги Через 3, 2 Ракетница Куча всего, я не знаю А надо ли столько, дорогие друзья Наверное надо Врагов давай Врагов давай, вражину давай мне Я хочу вражину Вражину давай, всех сюда зови Всех пацанов Зови сюда всех, мало Мне мало Петушары, мне мало О боже О боссы, боссы Крутые чуваки поехали Пизда Ебать у него нож Вот это да Взорвался Он взорвался об этот электрический щуп Лошпед Лох это судьба, чуваки Увы Я обычно топлю за сюжет Все осмотреть, все потрогать Все Если парить на нормале Перехожу на легкие Если доступна смена Ну с кошмара обычно нельзя переключиться А с нормалом на легкие можно Но все еще Я хотел играть на кошмаре Я хотел бы ощутить прямо сильную Сопротивление Че ты делаешь, ебань Глупец Покатаемся на лифте Алан Покатаемся на лифте Эх Отличная поездка, да? Друг мой Там было написано Взять рукопись Он нажимает на кнопку Чтобы Прокатиться на нижний этаж Тупой Тупой Получает? Получилось? Окей Вышел Взял страницу Прочитал ее Заметили, что иду буквально Шаг в шаг Даже не пропускаю Путь через темную обитель После того, как Зейн исчез Я остался стоять В изменчивом сне Которым было это темное место Я должен был найти дорогу к дому Я уже написал для себя Дорогу через это место в рукописи Я шел по образу тропы Я написал, как перебираюсь Через океан Преградивший мне путь И там появился мост к острову Образ дома мерцал В подводной тьме Я желал, чтобы дом был реален И стало так Как тебе мой новый ник? Тема немаленький Честно Тема, запятая Немаленький, честно? У тебя немаленький? Увы Скорее всего, маленький Да? Дурак никогда не признается, что он дурак Я вот знаю Ну, как бы Я Возвращайтесь Корабль Ну, это прекрасно А Ебать Кого? Ну, давайте не надо Так Так Давай еще врагов Машина? А вот так, если сделаю? А еще, если? А еще, если Хочешь, еще дам? А еще, если? А еще? А еще, если? Если еще дам? А что, если еще дам? Сука Глупая, блядь, старая хуйка Делайте, что велено Да, посаще Так А Ну, ладно Я же не против Убирай! Элис Элис Никогда вас не любила Ради бога Я для меня Для меня, будем честны, она тоже не очень Знаешь, это не первая женщина в мире Так скажем Так скажем Блядь Выбирай, блядь Выбирай, блядь Не надо, не надо Вам не победить Похуй Вы обречены Куда улетел? Кто меня за... Что случилось-то? Хорошо шел Эй Вам не победить Хватай, хватай, хватай А Ух ты Жив Нет, мертв Вам не победить Да я и не пытаюсь На Вагончик, вагончик, вагончик Не души Фа, я кину Вам не победить Заткнись ты уже Я уже слышал это Ну не победить, так не победить Похую Сухи Нет, не работает А так, если Ай Вагончик Блядь Ну все, уже Да уйдите Нет Не хочешь Прыгай Вы обычный Да умеряй Все это у вас в голове Вы сами это собрали Вороны Вороны Фаер Продолжаем Работай Так Победа Победа Не прыгай Стой Плохая идея Алан А, щелчок Да Осел Малыш Тебе приснился Дурной сон Просто ночной кошмар Нет Все хорошо Ты дома Это не сон Все хорошо Ты дома Включи свет Включи свет Милый Милый Питания Нет Возвращайся в постель А я помогу тебе забыть о страхе темноты Это твой страх И почему тебе не страшно Ты не Элис Включи свет Быстро Где щелкунчик? Что ты с ним сделала? Милый Ты толком не проснулся Ты говоришь какую-то чепуху Возвращайся в постель Я ухожу Мне такая жена не нужна Нам не нужен такой лидер Опа Какая постель? Какие таблетки? Какие докторы? У меня все нормально было Стояло все До тебя До прихода Отстань от меня Я хочу поиграть в компьютерную игру Ты что гонишь? У меня катка в доте Какая постель? Пацаны без меня Как же так? Где кофе? Челкунчик Нет Бабка Что происходит, блядь? Взял его Так Это вот чувак в скафандре, да? Себе нужно добраться до дома Так Она хочет тебе помешать Она не даст пройти У нее нет сердца Только тьма внутри Ты должен наполнить ее сердце светом Биошок вспомнился Похож, да? На папочку На папочку похож Игнорируй его Это мистер Стрип Мистер Стрип Вои друзья познакомятся с ним Когда ты уйдешь Я иногда пользуюсь Раз в недельку Есть такое Протираю его У зеркала стоя И что? Телефон Тележка Дорога Я сам должен решить Что мне взять с собой в дорогу? Термометр 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 Кофе, 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 кофе Кофе, кофе Птица Нахуй ее Не нужна Телефон Телефон Возьму телефон Да? Возьму телефон Алло Путем идей Следовать привык Отлично Ящик Тележка Нет, не нужна Тележка Дорога Так Дорога Птица не нужна мне Бочки Это все не хочу Тележки Ящики Что это? Телефонный стол Нахер Упадет еще на голову Зачем он мне? Да? Обувная коробка Бочка Я ухожу от тебя Что? Я ухожу, Алло Я встретила Хракова В общем, я полюбила Другого Какого другого? Нет, почему? Ты не можешь? Ты меня не любишь Да ты и не можешь Ведь ты не любишь Даже себя Ты мучаешь себя Работу Которую уже Не можешь делать Нет, я Я люблю тебя Больше всего на свете Ты Ты моя муза Не я Кто ты? Что ты сделала С моей Элис? Алло Что ты делаешь? Включи свет Что ты делаешь, Алло? Остановись Включи свет Это был фантазм В реальности Этого не происходило Надо воссоздать Все то, что было Здесь была птица Она вот здесь вот сидела Да И она улетела Я помню это Была птица Звонок тоже был Телега Он печатает Как только я что-то Про Он это пропечатывает Не моя Барбара Том Отпусти Я обещаю быть хорошим Развяжи меня Озарни Я помогу тебе написать шедевр Я буду любить тебя Вечно Нет, ты не Барбара Джаггер Я совершил ужасную ошибку Я не должен был вписывать тебя в реальность Ты вернулась другой Твое сердце наполнено тьмой Это дом Это дом Твое сердце наполнено тьмой Я вырежу его А после я верну тебя обратно в бездну Наполнено тьмой Пусть дом в реальность явит лик Вот он Телефонного столба там не было Отвяжись от меня, Мегера Где я? Отпусти Элис Элис Я иду Твой муж отказался слушаться Ему всего-то надо было и написать Ага Теперь вы никогда не вернете ее Я гораздо старше вас Это Барбара Старше, чем ваша первая книга Она редактор, правильно, его? Я найду себе новый облик Кого-то через сон освободил меня Обнил бабку Так Она его редактор Я прав Сейчас я приземлю вообще всю историю на землю Скажу, что нет фантастики Сейчас все объясню Я ощутил присутствие Элис И понял, что нужно делать Я знал, каким будет конец погружения Так Есть свет и тьма Так Причина и следствие Есть вина и есть искупление Но всегда должен быть баланс И ничто не дается даром Вот где ошибся Зейн Предстоит долгое путешествие Через ночь назад К свету Элис Так Элис То, что было тогда, да? Той ночью Он пошел Увидел О, нет О, нет Надо дни идут Дни идут Дни, дни, дни Проходят дни Так Дни, дни Дни, дни Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok